Подобные эскизы Подобные эскизы Подобные эскизы Вот табличка Что эта пластина сделана Мастером в фейерлухе И сейчас Я вам могу Бегло показать Те материалы Которые у нас есть В школе Вы можете увидеть Их видеоряд И фото Мы специально их отсняли для вас Несколько комментариев Еще по этому поводу Добавит Мастер-наставник Школы оружейного мастерства Сергей Николаевич Сутягин Это замечательный, очень талантливый гравер Мастер второго класса Он преподает Очень многие ученики Занимались у него И выучились Многие ученики из других городов Знают его Даже он Имеет такую пластину у себя В мастерской Чтобы всегда был Пример того Какие граверные техники Можно использовать В художественном оформлении Охотничьего ружья Здравствуйте, Сергей Николаевич Здравствуйте Вот Что вы можете сказать По конкурсу профессионального мастерства Для чего он проходит И Как вообще это положительно влияет На рост Учеников и мастеров В том же числе Конкурс Профессионального мастерства У граверов проходит для того Чтобы они Подняли свой уровень В гравировке Посоревновались Да Посоревновались Также класс можно получить Разряд по итогам Да Ну в принципе да Чтобы Посмотреть свой уровень Как и на что они способны Как бы конкурс проводится У нас каждый год Так что Ученики или там Граверы могут посмотреть На какой уровень Они поднялись За этот год Замечательно Ну Надо сказать Что у нас В конкурсе Профессионального мастерства Участвуют Как Ученики школы Как мастера-наставники школы Так и Граверы других цехов 28-го 36-го Какой еще цех Какой еще у нас цех 14-й 14-й Также Участвуют Сейчас Граверы Из Ижевского Машиностроительного завода Последний год Да Последний год После того Как мы стали В одном концерне Работать Вот Очень много Полезного Дает этот конкурс Потому что В нем Участвуют И Граверы И Слесаря-сборщики И Ложейники Все имеют Возможность Поконкурировать Друг с другом Показать свои лучшие стороны Подготовиться Хорошо Сделать замечательные Эскизы Вот как подобные Эскизы Делал Валентин Михалыч Белобородов У нас К своим Пружьям Кстати говоря Полностью Выполнял Резьбу Гравировку Сам То есть Резчикам Не доверял Все делал Полностью От начала До конца Ну только Сборку Слесар-сборщик Производим Вот Ну Что еще хотим сказать То что У нас в музее Очень много Замечательных работ Есть И примеров И учеников Всегда есть возможность Подняться в музей И посмотреть Лучшие образцы Также конечно У нас есть И кладовая В которой Мы тоже В одном Из следующих Наших уроков Побываем Вот И Расскажем О Ружьях А данный Рассказ был У нас Как раз Посвящен Конкурсу Профессионального Мастерства До новых встреч Здравствуйте Дорогие друзья Меня зовут Никон Денис Я Преподаватель Школы Ружейного Мастерства Имени Леонардо Михайловича Васева При Ижевском Механическом Заводе Входим Мы В конце Калашников И Сейчас Мы С вами Посмотрим Небольшой Мастер-класс Как Создается Эскиз Для Гравировки Этот Эскиз Сначала Будет В карандаше Потом Он Будет Переведен В цвет В цвет Для того Чтобы Мы Смогли Показать Как Делается Цветовой Эскиз Для Визитки Слежевских Оружейников Граверной Техники В стиле Зорька Эту Граверную Технику Как раз И Изобрел Леонард Михайлович Васев Где Показан Сплав Цветных Металлов Вот И потом С помощью Сплава Этих Цветных Металлов Очень Красиво Получается Закатное Или Восходное Небо Сейчас Я Очеркил Небольшой Овал В который У нас Будет Вписан Сюжет Намечим Основные Осевые Линии Сюжетом Нашим Будет Такой Глухарь На ветке Сосны Я работаю На тонированной Бумаге Чтобы мы Могли Потом Переводя Эскиз В цвет Работать И в светлую И в темную Сторону Плюс Серая Тонированная Бумага Она очень Хорошо Задает В принципе Цвет Стали По которой Идет Гравировка Есть Определенные Утренние Состояния Когда Еще Солнце Не взошло Но Небо Уже Светлеет Видны Его Проблески Солнца Сквозь Тучи Восходящего В Небе Определил Линию Горизонта Зададим Небольшую Дугу Как Излучин Реки Горизонт Лесочек Небольшой Здесь В принципе Может быть Разлив Небольшой Еще Один Лес Но подальше Елочки Синие Там пойдут Соснами Как Элемент Дальнего Плана Сюжет Для гравировки Должен быть Очень Понятным И в силуете Хорошо читаем То есть Нужно Четко Представлять Для себя Как Максимально Выразительней Передать Те или иные Растительные Мотивы Здесь Веточку Еще Пустим У нас Уже Появились Деревья Дальше Сам Гухарь Он Должен Очень Хорошо Читаться На фоне Неба Он Естественно Будет Без Сплава Цветных Металлов То есть Это будет Метал Оксидированный Потом Осветленный Для того Чтобы Птица Получилась Более Четкой И убедительной Мы Естественно Ее Изучаем И по Фотоматериалу И по Четчилам Рисуем Также Видео Конечно Просматриваем Сглох С глухариными Токами Птица Это Реликтовое Царское В прямом смысле Слово Потому что В Западной Европе Где еще Есть уже Веста Где такое Глухари Охота На них Запрещена В силу Того Что Охотиться На них Имели Право Только Представители Монарших Особ И они Их И Повыбили Очень Хорошо Глухарь Ведет Оседлый Албас Жизни Он Неперелетный Птица С очень Острым Слухом И зрением И слух Она свой Теряет Только На какие-то Несколько Секунд В период Тока Любовная Песня Тогда-то Ее И стреляют В принципе Это Желанный Трофей Для любого Охотника И чтобы Глухаря Добыть Нужно Очень постараться Потому что Просто так Он к себе Не подпустит Вот такой У нас Петух Получается Фактура Пьерев У него В зависимости От того Крылу Это хвост Или спина Она везде Разная Естественно Нужно Ее Хорошо Понимать И разбирать Чтобы Она была Убедительной Для этого Конечно Хорошо Порисовать Его С натуры То есть С хорошего Чучева Или По крайней мере Хотя бы Изучить Тщательно Фотографии В общем-то У нас Таким вот образом Сложился Сигуэт Мороли Конечно Увидели Пире Хвост Один из самых Конечно Эффектных Ракурсов Это у него Ближе К профилю Он наиболее Узнаваем Продолжаем Работу Мечаем Крыло Основное Направление Перьев Крылья Хвост У нас В Абмуртии Достаточно Места Где Глухаря Можно встретить Также И тетеревинная Такая есть Я сам В Сентинском Районе Не раз Встречал Глухарей На таку Посчастливилось Когда Ездили Впечатлений Набираться Как работают Лайки По медведю Там Питомник Лайк Есть Вот Там Была Возможность С Егерями Походить По Глухариным И тетеревинным Такам Очень Красиво Ощущение Волшебное Такие Впечатления Обязательно Художнику Более Который Занимается Охотничьей Тематикой Нужны Сами Сами Я сейчас Не стреляю В ружье Сдал Но На природу С охотниками Езжу С удовольствием Для того Чтобы Набрать Материалы Для новых Сюжетов Вот Такой У нас Получился Глухарь Борода Клюв Сейчас Мы Обозначаем Четкий Силуэт Силуэта Силуэта Вот Потом Подобный Сюжет Переводится На металлическую Пластину Не случайно Его вписали В овал Дополняется Орнаментом Интересным И в общем-то Сюжет Для Конкурса Проф Мастерства Профессионального Мастерства Который Проходит Несколько раз В году На механическом Заводе Готов Недавно У нас проходил Конкурс Проф Мастерства Там были И гравюры Ижевского Машиностроительного Завода Сыжмаша Были очень Интересные Работы Ольга Васильевна Там Сколько Они участвуют В конкурсе Там сколько часов Отводится Да По времени Там Вдается Отдельное Домашнее Задание Которое Мы должны Подготовить Отдельное Домашнее Задание Это эскиз Разработка Эскиза Нет Разработка Эскиза И часть Уже Сделана Работа На пластиночке То есть Это обычно Орнамент Идет Орнамент Да Орнамент Всечка Овала Или Всечка Овала Что задана Была Разработка Так Значит Сам сюжет Дается Три часа То есть По своему Готовому Эскизу За три часа Гравер Выполняет Сюжет Который Разработал И придумал До этого То есть Подобные Эскизы Они как раз И делаются Для таких Граверов Потом Конечно же Граверы Могут Эти сюжеты И использовать И в художественном Оформлении Ружей По итогам Конкурса Профмастерства Присутствуют Классы Разряды Так ведь Да Выдаются Ценные Призы Денежные 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 Премии Да Ну и Конечно Не забудем Сказать Что сейчас У нас Ижевский Механический Завод И Непосредственно Школа Оружейного Мастерства Это Единственное Место В России Где Официально Может быть Присвоен Разряд Или Класс Граверу Тому же Самому Слесарю Сборщику По-моему Нет Выдано Свидетельство Лицензированное Соответствующее Погромче Выдано Свидетельство Об окончании Которое По той или иной Профессии На кого Учится Человек В соответствии С лицензией Школы Слесарю Сейчас Что я делаю Я Специально Пускаю Около То есть На небе Облака Для того Чтобы Разбить На разные Тональности Ту Всечку Брагметаллами Которая Здесь Пойдет То есть Там Сплавы Серебра Меди Золото Дальше Вот мы Наметили Что у нас будет Можно наметить Слегка Орнамент Здесь Ничего Сложного Делать Не будем Но Несколько Завитков Все Все равно Добавить Нужу Как Юрий Сергеевич Блинов Меня учил По Части Орнамента Что Орнамент В основном Строится По принципу Латинской Буквы С Ее Можно Поворачивать По-разному Вертикально Горизонтально Но В общем-то Смысл Такой Сейчас Отсюда Отсюда Придет Вот так Здесь Можно Ленточку Ленточку Запустить Внизу Полом По-разному Отсюда По-разному По-разному Обычно у нас и пишется на ружьях модель ружья, то есть там скажем МР там что-то такое. Самая большая площадь у нас для гравировки это в гружьях, в двухстволках это МР-27, а в самозарядных это у нас МР-153 и 155. В 153 у нас уже по-моему все не выпускают, модель поменялась. Часто бывает что в орнаменте он не зеркальный, а одинаковый и с одной стороны скажем показывают чешский орнамент, с другой стороны что немецкий или английский вариант. Как скажем вот в этой вот гравировке. Видно ее там? С этой стороны у нас идет, так, это у нас чешский, так, чешского нету этих завитурок. Слева у нас немецкий орнамент, справа английский. Ну вот в общем-то вот это вот как раз. Сейчас я немного проработал орнамент, чтобы не тратить на него время. Видеоролики. Вот и непосредственно перейдем к цвету, то есть мы будем сейчас обозначать плоскости, которые у нас пойдут под всечку драгметаллами. Вначале мы основные массы обозначим, которые у нас останутся просто стали металлом под оксидировку и потом будут осветлены преобразователем ржавчины. Очень удобно работать по тонированной бумаге. Еще раз повторюсь об этом, что мы можем идти и в темную и в светлую сторону. Здесь все решается локальными пятнами, сигуэтами. И потом где-то с помощью бельев, бликов, выделим основные моменты рельефа. То есть где блеснет металл. Глухаря, конечно, сейчас мы поактивнее. Зальем, зальем тоном. Вот для этого и должен быть сигуэт очень четко определен. И так же, конечно, отштрихован и проработан внутри сигунета. Потом, даже если у нас, когда будем работать белилами, немножко сильно это собьется. Мы всегда можем его вернуть к прежней четкости, поправив гуашью или акварелью. Когда видны более четкие пятна силуэтов, уже становится видно и подсказывает, где что нужно добавить или наоборот убрать. В общем-то, вот сейчас сразу видно, что просится всечка по всей линии овала. Мне кажется, она будет не лишней. Да, Ольга Васильевна? Да. Вот, очень хорошо. За камерой в роли оператора у нас мастер-наставник, преподаватель Ольга Васильевна Шукунова. Гравюр. Так, ну вот, в общем-то, вот сейчас у нас определены силуэты. Дальше. Сейчас здесь немножко трону. Делаем заливочку оранжевым оттенком. То есть у нас пойдет от темного к светлому горизонту. выше темнее, ниже светлее. И потом уже начнем в них искать разницу. Сейчас прямо иду по сосновым веткам, чтобы не терять время. сразу залить общий силуэт. Потом мы их опять освежим. Немного совсем белин добавляю. для плотности и звонкости и цвета. Работаю уже сейчас, в данный момент гуаши. В следующих уроках мы обязательно с вами и животных порисуем. И покажем, как подобные пластины переводятся в гравировку на определенных этапах. Будут интересные уроки. Будем делиться опытом. Потому что не у всех есть возможность приехать к нам в Ужевск. Конечно, обучаясь здесь, гораздо больше узнаешь и будешь больше уметь. Но и для тех, кто приехать не может, мы данные руки будем давать. Также будем вас вести в курсе того, что происходит в нашей школе ружейного мастерства. Интересно. Так, вот общий силуэт за день. Сейчас как раз начнем с того, что будем светлые акценты давать, оплачка будем давать светленькие. И уже здесь у нас белин участвовать будет гораздо больше. То есть это подразумевается, что больше будет количество серебра в сплаве. Здесь уже грабер-художник, он сам регулирует, какой оттенок ему нужно сделать. И в определенных пропорциях смешивает грабь металла. То, что такая зорька появилась и ее изобрел Леонард Михайлович Васев во многом определено тем, что он был очень талантливым художником. И живописцем, и графиком. Много книг оформил. И, естественно, эта техника у него появилась именно благодаря этим его талантам. Не было бы у нас примера такого манряльского ружья, если бы он очень не любил живопись. Он всегда жалел, что у него не было возможности получить специальное образование по живописи в Лузовской. Но зато он очень хорошо себя появил, как гравюр. Немножко троним здесь отражение в воде. Ну, в принципе, как и у Леонардо Михайловича, можно... Немного подчеркнуть фигуру и веточки по контуру. То есть как некоторые световые элементы дать. Рефлексы. Вот здесь вот. Как считаете? Есть такая? В смысле еще добавить или... Нет, как бы в сечку дополнительно. Такую оранжевую пустить с белыми. Золотом, с медью. Не оранжевую, а ближе к желтой. К желтой? Да, но все-таки холодновато. Вот немножко можно по веточке где-то чуть-чуть пройтись. То есть такие точки, они возможны. Когда я только начал преподавать в школе, мне как раз гравюры говорили о том, что в гравировке можно сделать гораздо тоньше то, что рисуешь карандашом. Там точность несколько другая. Вот здесь подчеркнуть, здесь опять же можно подчеркнуть и ствол вывести. Что-то тут высветится. Что-то здесь вот. Грудь хорошо подчеркнуть можно. Немного. Уместно будет. Часть крыла. Тоже. И совсем немного вот перев. У хвоста. Вот. Так. Окантовочку дадим. Легонькую вот здесь. Чучучкой. В сечкой. Да, с сечкой. Да, можно. Вполне. Вот. Вот. Когда я работаю с гравюрами, мы естественно вместе советуемся и решаем, что и где можно изобразить. И работая в тандеме, там команда вообще больше. То есть и слесарь-сборщик, и с ним идет совет, и с лажейником. Все это обсуждается. Каждый высказывает свое мнение. Вот так вот. Пустим линию. И, соответственно, здесь, с этой стороны тоже. Что еще можно дополнить? Вот мы можем сделать Ижевск сечку. Можно. Желтеньким. Или нет? А может быть и не стоит. А может быть и не стоит. А вот по ленточке пройтись. Тоже не стоит. Тоже не стоит. Все. Вот. Лучший враг хорошего. Так. Сейчас мы немножечко еще совсем пройдемся по силуэту. И вот сделаем четче вот. Моменты, которые у нас остаются металлом. Чистым. И все. И на этом у нас, в общем-то, эскиз завершен. Только вот остаются вот эти вот моменты уточнить. Муртия – это край, где исконно охотников было всегда очень много. И вот Муртия – они жили промыслом. Поэтому очень интересно работать и преподавать у ребят, которые приехали из села учиться. Они и рыбаки, и охотники. Родители у них. У многих тоже поохотятся. Естественно, представление о животных имеют неотстраненное. «Мало научиться гравировать как». Поэтому научиться можно за определенный срок достаточно быстро относительно. А вот что гравировать – это уже вопрос куда более важный. Потому что создание сюжета – это одна из самых главных и сложных тем в гравировке. Создание собственного сюжета, разработанного – это еще сложнее. Ну и, конечно, одна из самых сложных тем – это тема с участием человека в всю жизнь. Потому что глухарь над вами не будет смеяться, если вы отгравируете глухаря, и он будет не совсем в характере. А вот если изобразишь человека, и он будет несколько смешной, вот тут посмеются все. А если гравировка смешная, то кому ж такое ружье нужно? Поэтому мы и стараемся отделять большое внимание анатомии животных, созданию композиций и изучению темы. Потому как это самые первые моменты, о которых спотыкаются начинающие гравировы, ученики. Чуть-чуть троним орнамент еще, сделаем его пообъемнее, оттянем штриховку. Я думаю, что даже белинами можно не проходиться по холодным чистям или все-таки тронуть. Нет, наверное, не надо. Оглубить только там, где выборка у лесочек. Да, вот выборку вот очень хорошо подсказали сейчас. То, что лес надо сделать потемнее. Да, глубже. Темнее дальше. Ближе светлее. Все верно. Тонированная бумага, тонированный картон. Очень хороший материал для воплощения подобных идей. Поэтому всячески вам рекомендуем. Тонированная бумага, тонированный картон. Тонированная бумага, тонированный картон. Тонированная бумага, тонированный картон. Тонированная бумага, тонированный картон. Тонированный картон. Субтитры создавал DimaTorzok